Пляжная самба Соответственно, будут вопросы на эту тему. Здравствуйте, уважаемые любители самбо и других любых единоборств. Михаил, вообще, вначале хочу спросить. Пляжная самба. Вы когда-нибудь вообще думали о том, что появится такой раздел соревнований в вашем любимом виде единоборств самбо? Ну, если что, думал я. Я, допустим, вынашивал идею, предлагал ее не пляжного самбо именно. У меня, допустим, была такая идея блиц-самбо. То есть борьба до первой оценки, что и воплотилось в пляжном самбо. Проводить также чемпионаты мира, чемпионаты Европы, стран. Ну, вот такой блиц-самбо до первой оценки. Но это я думал на ковре. И, конечно же, с борьбой лежа. В парте тоже ведь можно сделать болевое удержание. Это тоже оценка. Допустим, если меня спросить, вы когда-то думали о похожих правилах, я думал. А вот Сергей Евгеньевич Табаков, исполнительный директор Международной федерации самбо, он эту идею как раз вот тоже думал, видимо, и воплотил это именно в пляжном самбо. Это было очень неожиданно, конечно же. О самом пляжном самбо я вот не думал никогда. Это факт. Ну, я просмотрел некоторые видеосюжеты, которые есть в интернете, доступные. В одном из них я видел, это было в Москве. Я так понял, это был чемпионат Москвы по пляжному самбо. И хочу услышать ваше мнение. Насколько интересно вообще пляжное самбо по сравнению с другими двумя сегодня активно развивающимися направлениями? Это классическое самбо, которое мы привыкли видеть всегда, и боевое самбо. Ну, как сказал Сергей Евгеньевич Табаков, вот уже упомянутый как раз идейный вдохновитель этого раздела самбо, это солнечное самбо. Ну, раз это солнечное самбо, значит, это уже хорошее настроение, бодрость духа. И на этих соревнованиях действительно царит несколько иная атмосфера, нежели в зале. Там нет такого прям напряжения. И думаю, что пока нет такого ажиотажа. Мне кажется, ажиотажа нет пока, потому что еще не все вошли во вкус, что называется. Не все поняли, что это те же разряды, это те же звания, соответственно, премии и так далее. То есть народ пока что еще такой в стадии раскачки, что называется. И, в общем-то, это самбо хорошего настроения, можно так сказать еще. И там все скоротечно, все быстро. И зритель, который придет на трибуну, он, в принципе, увидит весь турнир целиком. Если наше классическое самбо и боевое самбо, чтобы ты охватил весь вес и у тебя было понимание, как по турнирной таблице шел спортсмен к финалу, как он восходил на этот алимп, ты должен там провести целый день. То пляжное самбо – это вот такое правило скоротечное там до первой оценки, да и всего три минуты, даже если оценок нет, там выявление с помощью судей активного борца признают после двух минут борьбы и идет выявление победителя. То есть это такое скоротечное мероприятие, что пришедший на эти соревнования человек охватит целиком весь турнир или там весовую категорию, какую он смотрит, и получит цельное, скажем так, впечатление от и до. А вот в противовес классической самбо и боевое самбо, там, да, там нужно провести целый день, если ты хочешь все. Или прийти к финалам, когда уже там кто там лучше, кто пробился, давайте посмотрим на лучших. Ну а, как мы знаем, допустим, в финале, поскольку наши правила позволяют постоять в захвате, то иной раз и финальный поединок может быть настолько тактическим, настолько вот понимаем только лишь для профессионалов, только для специалистов, что же происходит на ковре. То есть обыватель придет, подумает, толкаются. Они же не толкаются, это у них идет позиционная работа на захватах, перемещение, тактическая работа очень сильная. Поэтому для простого обывателя, для понимания это легче. Облегчен, light самбо, можно так еще сказать. Ну, мне больше нравится выражение, как вы сказали, солнечное самбо или самбо такое вот настроение, самбо настроение. Самбо хорошего настроения, да. Да, самбо хорошего настроения. Вот, так сказать, в кулуарах самбо, в среде таких корифеев самбо, когда услышали, ну, вы же общаетесь со многими, не только вашего периода, да, спортивной деятельности, но и до вашего периода. Как вообще восприняли появление пляжного самбо? Я так понимаю, что это не такой большой срок, там, порядка, там, может быть, 8 лет, как существует пляжный самбо. Как вообще восприняли корифеи самбо вот такое новое направление? Восприняли очень по-разному. Внутри самбо, ну, даже такие насмешки какие-то в сторону пляжного самбо я слышал. Причем интересно, да, действительно, чемпионат мира был только пока состоялся один, первый в том году на Кипре. Но до этого действительно уже, по-моему, если не ошибаюсь, в 2014 году пляжный самбо было уже введено в программу пляжных азиатских игр. И на Таиланде состоялись такие соревнования. Также были они во Вьетнаме, в Латинской Америке. То есть пляжный самбо шагает по планете уже несколько лет. И мы, россияне, да, здесь вступаем как бы вторым темпом. Ну, на первом чемпионате мира все равно класс борцов, все равно бороться-то будут те, кто борется и на спортивном самбо, да, пока что. Нет еще разделения, как уже с боевым это произошло, с боевым самбо все-таки уже мы редко встречаем спортсмена, которые пробуют свои силы и там, и там на высоких турнирах. То есть на мелких где-то, да, а на высоких турнирах уже мы все-таки видим, разделение произошло. С пляжным самбо еще такого разделения нету. Поэтому российские спортсмены на первом чемпионате мира, конечно же, доминировали, несмотря на такое семилетнее, можно сказать, отставание от мира. Ну и опять-таки чемпионат мира, к большому и великому сожалению, не состоялся в полном объеме ввиду пандемии. Конечно же, пандемия помешала приехать очень многим странам. И африканским, и обидно то, что монголов не было, и грузин, например, которые могли бы такую яркую конкуренцию составить нам, россиянам. Это досадно. То есть мы, конечно, гордимся своими победами, но мы в том числе и понимаем, что праздник мог бы быть еще ярче, скажем так, с присутствием большего количества сильных спортсменов и стран. Михаил, ну все-таки я хотел сейчас... По-разному. Так вот, вернуться к вопросу о том, как же вас приняли это все. Я так ушел в сторону немножко, да. Восприняли очень по-разному. Ну вот лично я всей душой, если честно, я прям порадовался, потому что вот идея блиц-самбо, она мне близка была. Я когда узнал об этих правилах, я практически захлопал в ладоши, что называется, и сразу начал своих спортсменок готовить и провел сбор на Волге. Там у нас была песчаная площадка для пляжного волейбола, там ежедневно мы тренировались, готовились к этому чемпионату первому России. Вот. А это было насмешки. Более того, скажу, что как работник еще спортивно-государственных структур, там также внутри уже другие виды спорта и руководство такое в целом восприняли, зачем это. То есть для чего это? Это же разжижает. Опять эта фраза. Будут бороться одни и те же спортсмены. Ну да, поначалу будут бороться одни и те же спортсмены. Это так. Так было и в боевом самбо. А затем идет разделение, уже идет специализация. Да, сначала те же, потом разделимся. Потом. Но это же развитие. А почему вы не говорите о том, что пляжный волейбол это плохо, а пляжный теннис это плохо, да пляжная борьба уже давным-давно тоже борется, пляжная рега это плохо. Почему так не говорите? А почему именно пляжный самбо плохо? Так что, как-то я признаюсь, был в некотором недоумении то, что так штуки кое-кто воспринимал. Но это развитие. Это нормальное развитие. Если кому-то не нравится, ну, мне кажется, это сложность уже психики тех людей, которым не нравится. В общем, по-разному все это воспринималось. Лично я только за. Михаил, вы наблюдали и чемпионаты Москвы, уже которые проводились и Россия, и международные турниры, да, по пляжному самбо. Вообще, для любителей самбо, может быть, вы расскажете, помимо того, что блиц-оценка, да, до первого броска и нету технических действий в борьбе лежа, да, в партере. Что еще, какое новое введение есть в пляжном самбо? Чем оно, это направление явно выделяется? Ну, понятно, площадка. Какой-то технический арсенал полностью запрещен. Я имею в виду стойки. Да, значит, ну, там есть некий возврат к корням. У нас когда-то в случае отсутствия оценок в середине складки судьи выявляли активного борца, характерным жестом кулак показывали, какой цвет красный или синий ведет спортсмен. И тот, если так и не будет оценок, значит, тот побеждает. Вот это как бы некий возврат. Ну, все его поддерживают. Это нормально. Но там еще вот такое нововведение жесткое. Там нет наказаний совсем. То есть вот вообще нет наказаний. И вот сейчас на последнем чемпионате России мы, конечно, все очень сильно призадумались, призадумались, а нужно ли это делать или как-то по-иному надо решать вопрос. Может быть, надо вернуться опять к системе давать активность за падение на колени, за падение на руки. То есть вот человек сделал хороший подворот, броска не получилось на туловище, но он устал на руку или встал на колено. Имеет смысл показать активность. У кого таких активностей больше, тот и победит. Почему? Потому что мы наблюдали такую картину, не очень красивую, сам бы это не красить никак, когда спортсмен, отработав две минуты, честно отпахал, выигрывал захват и старался выиграть. Ему дает активность, а потом он просто не встает с колен. Правила позволяют это делать, то есть наказаний нет. И получается так, что спортсмен ведет себя, так скажем, не спортивно. Простите за тавтологию, но это так. И он уходит все время в партер, и схватка целую минуту, зрители просто негодуют, это вот свисток, человек только тянется за захват, только касается куртки, и тот уже на коленях, и опять свисток, борцы на середину, свисток, куртка, борцы на середину, борцы на середину, вот так целую минуту. Но вот с этим надо что-то как-то вот подкорректировать, что-то надо делать. В общем, это не спортивное поведение. И еще есть также там отличие от спортивного самбо. Там разрешены захваты, за шорты можно бросать. Причем здесь, на мой взгляд, воплотилась идея Харлампиева и Ощепкова. Если почитать труды их, то они описывали как раз, они оба создатели самбо, трудились в этом направлении. И у них одного-второго можно проследить такую мысль о том, что, допустим, наша национальная страна СССР, да, там приходят спортсмены за армянские борьбы кох, а там борьба, захваты за шорты. И он может применить свою технику. Приходят из Хапсагая, там тоже, там у них такие, ну, специфические шортики, трусы, там тоже за них можно бросать. Он может применить свою технику. И таким образом, сегодня современное спортивное самбо, оно там запрещено, захваты за шорты. И получается так, что, получается, ущемлены права, скажем так, тех видов национальных борьб, как прямо так и писали, национальных борьб, где применяется техника за шорты. Вот, в пляжном самбо как раз, вот здесь больше демократия, здесь, пожалуйста, бери за шорты и бросай. Хоть ты снаружи это взял, хоть изнутри захват, так же и захваты изнутри за куртку не запрещены, как в спортивном самбо. На них никак судьи не реагируют. Наказания нет, то есть берись за что хочешь и бросай, как ты умеешь. Это прекрасно, на мой взгляд. Михаил, я задал вопрос по поводу мнения корифеев самбо по ведению пляжного самбо. А что? Что вы слышали от самих спортсменов, которые узнали, что появился еще один раздел? Ну вот так же, так же все разделялись. То есть кто-то прямо с насмешкой, с каким-то таким, такая брезгливая насмешка у кого-то сквозила о пляжном самбо. Но я думаю, что это до первого участия там, когда поучаствует, окунется в эту прекрасную атмосферу, а если еще и медаль заработает, а если еще заработает путевку на чемпионат мира, или я надеюсь в скором времени Европа будет проходить, то я думаю, что это мнение будет быстро меняться, если честно. Просто там невозможно не влюбиться, когда там находишься. Это здорово. Вообще, вы уже могли заметить, что какие-то спортсмены начали, именно самбисты, начали вот как-то больше подползать к пляжному самбо? Какое-то такое уже течение начинается? Или политические спортсмены, регионы, может, какие-то уже начали более акцентировать в этом направлении? Ну, нет еще, я полагаю, большого количества турниров, чтобы прямо так было видно, что кто-то начал концентрировать свое внимание на пляжном самбо. Все-таки у нас календарь пляжного самбо еще пока что только в стадии зачатия. У нас есть чемпионат страны, вот сейчас этим летом буквально в эти дни пройдет в Рыбинский турнир, проводились чемпионат Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Небольшое количество. Ну, так по Фейсбуку можно было видеть, что, конечно же, там Молдавия, Украина также проводила свои национальные чемпионаты. Вот, пока что я не вижу прям такой концентрации конкретно. Ну, и опять же, для такой концентрации все-таки нужна площадка. Если есть рядом пляж песчаный, хороший, удобный, с оборудованной хотя бы площадкой для пляжного волейбола, там, что-то такое подобное, это возможно. Ну, я так полагаю, жители Краснодарского края здесь у нас в приоритете в нашей стране. Также можно вот Владивосток об этом подумать, потому что у них тоже есть несколько хороших там песчаных пляжей, в частности Шамара. Могли бы и там проводить сборы и готовиться к турнирам по пляжному самбо. У нас, видите, северная страна, и нам нужны, конечно же, крытые вот эти вот дворцы спорта. Ну, признаюсь, вот в Москве они есть. Первый год мы в Москве провели на открытой площадке, на водном стадионе. Ну, там и погода не подвела, солнце яркое действительно, действительно, самбо получилось яркое и солнечное. А второй год сместился календарь, чемпионат страны уже проходил в мае, и нам пришлось отборочный турнир, свой чемпионат Москвы проводить в апреле. В апреле в Москве, сам знаешь, еще снежно порой бывает, и мы, в общем, своей жаркой борьбой под крышей топили снег снаружи в Москве и приближали лето, как могли. Поэтому, ну, условия северной страны, конечно, да, это осложняет. Ты прослеживал тенденцию развития пляжного самбо, допустим, на европейской части в Европе или в мире? Где вот такой более интерес проявляется сейчас? Или такого пока нету, не прослеживается? Я имею в виду на мировом масштабе. Готовил, да, когда мы готовились к чемпионату мира, просмотрел вероятных соперниц, у меня девушка отобралась на чемпионат мира и выиграла его, Крупская Полина, просматривал. Получилось так, что Латинская Америка очень активно в этом плане развивается. Ну, там и сам Бог велел, там, куда не пойдешь, везде пляж. И вот она очень хорошо, Латинская Америка, развивалась, но они не долетели до нас ввиду вышеуказанных причин. Африканский чемпионат тоже прошел по пляжному самбо, но там очень скудненько были представлены спортсмены. Не во всех весовых категориях были разыграны медали, то есть не заявили спортсмены, в отличие от спортивного самбо. А в тех весах, которые и были заявлены спортсмены, то их было немного. Хотя Африка, в принципе, тоже располагает, там одна пустыня Сахара, одна только чувствует. Ну и в целом вокруг африканского континента, вы знаете, Атлантические океаны, Южные океаны, и все это песчаные пляжи. И в Марокко, где у нас хорошо развивается самбо, и Кения, и Камерун. Ну, в Кении, наверное, самбо нету, но там пляжи хорошие. Могли бы это уже развивать. Ну и одни из первых стартов, мы уже говорили, в Азии, конечно же, проходили. Таиланд, Вьетнам. Ну, вот, к сожалению, к великому сожалению, не все доехали. Поэтому мы готовились, готовились, все просматривали, все протоколы изучали. Вот, но побороться, турнирная таблица у нас на чемпионате мира была небольшая. Михаил, я как-то в одном из моих интервью с Сергеем Евгеньевичем Табаковым, вы о нем сказали, что он один из главных инициаторов пляжного самбо, исполнительный директор Международной Федерации самбо. Он сказал, что пляжное самбо – это один из возможных инструментов того, чтобы самбо было включено в олимпийскую программу, как вид спорта. Что вы можете сказать по этому поводу? Сейчас я объясню, что конкретно сказал Сергей Евгеньевич. Он сказал, что конкурировать самбо с дзюдо в плане именно борьбы достаточно тяжело, чтобы попасть в олимпийскую программу. Конкурировать в ударном плане, в ударной технике с хэквондо тоже достаточно тяжело, потому что хэквондо очень хорошо закрепилось в олимпийской. А вот борьба и единоборство, чтобы было представлено на олимпийской программе, такого нет. И вот именно идея пляжного самбо заключается в шаг, такой аккорд, чтобы включили. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я не могу спорить с мэтром, с Сергеем Евгеньевичем. Он знает, что говорит. Единственное, может быть, я мог бы дополнить еще чуть-чуть. Допустим, если взять боевое самбо, то боевое самбо – это единоборство, которое смешивает свои техники, бросковую технику и ударную. Если посмотреть программу олимпиад, олимпиады, такого единоборства нет вообще. То есть это, в принципе, ниша не занята. И мы тоже могли бы назвать это инструментом. И также могли бы… То есть хэквондо нам здесь как бы неправильно сравниваться с хэквондо или каратэ, потому что это ударная техника. Хэквондо только ногами вообще в основном своем. А там каратэ – другая история. А боевое самбо – это вот именно микс, которого нет. Но там есть одно «но». Олимпийский комитет идет по пути гуманизма. И у нас все-таки достаточно контактный, жесткий, можно сказать, некомфортный порой даже вид спорта, где мы можем видеть остановки поединков с большим временем нахождения у врача. Там переломаны носы, зубы и что-нибудь такое. И это, конечно, в олимпийскую программу не попадет именно по причинам вот такого антигуманизма. Что же касается пляжного самбо как инструмента уже непосредственно, но если у нас есть в программе олимпийских игр пляжный волейбол, то есть, в принципе, эта ниша действительно так же, как и ниша с миксом, она не занята. И это действительно такое окно, лазейка, дверь, инструмент для вхождения в олимпийскую программу. Конечно, соглашусь. И не знаю, согласитесь вы или нет, что если такое произойдет, конечно же, интерес к пляжному самбо возрастет. И что, наверное, повлечет и вообще интерес к самому непосредственно самбо в мире еще большему. Да. Ну да, такая рекламная акция, что называется «Замануха». Ну, у нас, конечно, большую рекламную акцию сделал Федор Емельяненко, когда мне довелось участвовать в международном фестивале единоборств в Корее. Он ежегодно проходит, и он такой действительно всемирный. Со всех континентов съезжаются люди, привозят свои единоборства, там всякие экзотические, индонезийские и так далее, и так далее, таких, которых я никогда в жизни не видел. Вот там я с ними познакомился, очень было интересно. И когда мы заводили всегда разговоры, там все общаются же, кто вы и откуда вы, и какой у вас вид спорта. И как только ты произносил слово «самбо», вот прям каждый. О, Федор Емельяненко. В общем-то, да, такая большая была рекламная акция. Спасибо Феде за то, что он сделал, за то, что он прошел такой большой путь в смешанных единоборствах и хорошо отрекламировал наш вид спорта. Да, и это, если мы сумеем просочиться в олимпийскую программу, то, конечно же, я думаю, обратит внимание, пляжный самбо сможет обратить внимание на классическое самбо. Вернемся к национальной сборной команды России, конкретно в вашем направлении женской сборной. Вы готовитесь конкретно к участию в этом чемпионате мира, который будет в Израиле сейчас, пляжный самбо? Ваши воспитатели? Старший тренер сборной команды Александр Перепилюк. Отбор на участие в сборную команду, на участие в чемпионате мира прошел в мае месяце в Анапе. Сборная команда проходит УМО, проходит и будет проходить подгодовительный сбор в Новогурске. Так что Александр Александрович вместе с Анастасией Витальевной Кондратьевой будут готовить сборную команду для участия в чемпионате мира. И должен сказать, что, допустим, у женщин два первых номера от спортивного самбо также поедут на чемпионат мира по пляжному самбо. А, прошу прощения, не два первых номера, один первый номер, один второй. Олеся Посылкина поедет в 72 килограмма. И Элика Хроманова, она второй номер в 54, но 54 в пляжном самбо нету. И она выиграла чемпионат России в весовой категории до 59 килограмм. И будет там бороться, в этой весовой категории. Как я понял, уже в составе сборной России по самбо есть все-таки разделение среди тренерского штаба, кто конкретно занимается направлением пляжного самбо. Так? Да, совершенно верно. Михаил, ну, на самом деле, у меня на сегодняшний день вопросы, в принципе, исчерпаны. Я по пляжному самбо, конечно, они могут еще появиться. Я благодарю вас за то, что вы поделились своими мыслями по поводу пляжного самбо, рассказали нам особенности пляжного самбо. Что хочу пожелать? Хочу пожелать всем спортсменам и спортсменкам, кто будет участвовать в пляжном самбо, успехом. Так сказать, в любом случае получить максимум удовольствия, хорошего настроения, солнечного самбо. Вот. Ну, и еще раз вам большое спасибо. А как же вопрос от обывателя? А песок в глаза не летит? Так, ну, это фирменная концовка нашего, каждого нашего интервью. Да. А песок в глаза-то летит? Ну, что ж, бывает, конечно, ребята встают и немножко его отряхивают, но в целом он не вредит поединку, не мешает, помех больших не наносит. Да, он есть, этот песок. Его даже, может быть, можно вдохнуть очень сильно, но я такого не видел. Но критической ситуации вот за несколько турниров, которые мы провели, на которых мы участвовали, ну, не было такого, чтобы прям вздохнул и потом кашлял, вздыхался. Нет, песок не мешает, потому что борьба идет в стойке. А когда идет, в общем-то, падение, падение, как правило, происходит на выдохе. Там редко, когда ты падаешь и вот этот момент вдыхаешь. Это неправильно, вот. И поэтому это безопасно для дыхательных путей. Ты падаешь на выдохе и все в порядке. И в заключение хочу поблагодарить, Роман, тебя за приглашение. Надеюсь, тебе было интересно и нашим зрителям тоже интересная беседа. Хочу сказать, что борись всегда, борись везде. Борис, ты в зале и в песке. И в песке, точно. Спасибо. Приглашаем всех или к радио, точнее, к телевизионным экранам, или к видеоэкранам посмотреть предстоящий второй чемпионат мира по пляжному самбо с 27 по 28 августа он будет проходить в Израиле. Болейте за спортсменов и сами выходите на пляж побороться. Точно. Всего доброго, спасибо большое. Всего доброго.